Всех приветствую! Девочки, сегодня мы пройдем годный урок по курсу 43 и так как у нас курса по фасону рыбки 2, я расскажу и про один курс и про другой. У нас в доступе есть по фасону рыбка курсы номер 10 и номер 43. Курс номер 10 больше акцентирован на то, что в заполнении идет полностью кружево и сочетание с шантили. Здесь плетена техника водоросли, то есть это вот тоненькие полосочки и фасон нижней юбки чуть видоизменен, то есть он немного короче, чем на платье по курсу 10. Чем отличаются еще эти два платья? В курс номер 43 у нас добавлен рукав. Прямой классический рукав, но с небольшим объемом наверху, то есть такой некий заломчик, который дает остроту. Далее добавилась глухая стойка. В курсе 10 у нас более открытый лифт, то есть там вырез идет смещенной асиментрией. Здесь такое интересное наложение идет. Это сердечко и скрещен с глухим заполнением сплошным один к одному. То есть прорисовки по факту здесь нет. Она проявляется моментами только при наложении кружева уже на полоски. Допустим, вот в этой зоне на рукаве внизу небольшая прорисовка. Здесь красота идет за счет текстуры, за счет вышивки. То есть именно красоту платья дает густая вот такая вышивка. Можно ли видоизменять фасон либо детали по курсу? Да, можно. То есть полоски можно сместить только на нижнюю часть юбки. То есть если вы не хотите заниматься очень долго, так сказать, данными полосочками, данной техникой, можете только в некоторых местах добавить. Либо в рукаве, либо по низу юбки. Все остальное пространство заполняем кружевом. Какая разница, если делать полностью кружевом, либо полностью полосками по ценовой политике, допустим? В цене я посчитала один и тот же набор. То есть на рыбку по 10 курсу и на рыбке по 43 курсу цена различается буквально в 100 рублей. По данному платью у нас перерасход идет по фатину, а по рыбке, которая по 10 курсу, идет перерасход, соответственно, по кружеву. И за счет этого цена практически одинаковая получается. В данной рыбке у нас идет всего 2 рапорта кружева, то в 10 курсе кружева нужно 2 метра. То есть вот видите, какая разница. И наоборот, фатин в 10 курсе нужно 15 всего метров, в данном 30 и более. Если вы хотите сделать максимально пышную юбку, максимально заполнить, то рекомендую брать все-таки больше 30 метров, возможно, даже рулон фатина наверняка. Если особенно вы живете далеко и вам приходится ждать посылку, то я рекомендую все-таки чуть больше запастись фатином, чтобы потом не переживать. Но даже если у вас фатина не хватило, все равно можно обыграть это как-то. То есть не заполнять до конца полоски. Можно закончить, допустим, вот на вот этом вот уровне, и внизу просто пойдет фатин. То есть да, так можно. То есть минимализировать работу с полосками. Можно ли не пришивать рукава, если вы не хотите рукав? Допустим, либо виды изменить рукав. Да, вы можете сделать рукав и в 3 четверти, и ракушечку маленькую, и вообще не использовать рукав. Или либо делать длинные рукава, либо накидку. То есть все дополнения на ваше усмотрение. Цвет, палитра цветовая свободная. Главное, что нужно оставить в фасоне, это сам фасон рыбка. Фасон рыбка тоже по своим объемам может видоизменяться. То есть вы можете сделать слишком пышный низ, либо наоборот более узкий. То есть он у вас будет более прямой. Возможно, это даже будет по переду, прямой расширенная к низу, а сзади такой некий шлейф. То есть видоизменить, в общем-то, вы можете. Но сам смысл рыбки, чтобы оставался с вами. Какие материалы нужно использовать на 10-й курс? На 10-й курс мы добавляем шантили. Но не только для того, чтобы усложнить рисунок, чтобы было более интересно. Но и шантили помогает сократить расшитая кружева. То есть более дорогое, так как шантили. В разы дешевле. То есть оно помогает уменьшить расход по более дорогому кружеву. Какое соотношение должно быть? Соотношение может быть один к одному. То есть метр кружева, метр шантили. Про метр шантили, если я говорю, то я говорю про широкое шантили. Если в доступе узкое шантили, тогда мы берем купон. То есть трехметровый купон. На что нужно обратить внимание? Ну, соответственно, шантили и кружева должны быть тон в тон. То есть максимально приближены по цвету, по холоду или теплоте к друг другу. То есть здесь они близки друг к другу. Если вы покупаете в онлайн-магазине, просите сделать наложение, чтобы убедиться в том, что они друг другу подходят. Можно ли в десятом курсе совмещать два разных кружева, не используя шантили? Да, можно. Кружева могут быть близки по оттенку. То есть здесь такой темно-синий с фиолетовым отливом. Оба расшитые варианты. Один симметричный, другой асимметричный ветками. В десятом курсе как раз у нас использовано симметричное кружево и асимметричное шантили. Поэтому симметрию с асимметрией кружева можете смешивать. Тоже примерно один к одному. Если в целом нужно полтора-два метра на платье, то вы можете брать, допустим, три рапорта одного кружева, три рапорта другого. Или в соотношении два рапорта, три рапорта. То есть смотрите сами, какое вам кружево больше нравится. Допустим, если отталкиваться от цены, то есть более дорогого можно брать поменьше, более дешевого побольше. Допустим, даже один рапорт дорогого, более дешевого, там, три-четыре рапорта. Но дорогое кружево вам, естественно, удорожит весь вид вашего платья, то есть сделать его более красивым и дорогим. Еще один момент. Как выбирать фатин, если у вас в кружеве есть несколько оттенков? Допустим, есть здесь фиолетовый и серый, стальной такой, с небольшим даже зеленым отливом. Какой оттенок есть в кружеве, такой фатин и можно брать. Сколько оттенков есть, столько. Такой у вас большой и выбор. Три оттенка, любой из этих трех, можно брать на фатин. Допустим, здесь есть серый, я могу взять серый фатин, тогда будут более четко видны мои прорисовки все. Либо взять тон в тон сиреневому, серый будет наоборот как пятно у нас смотреться. Итак, девочки, если возникают вопросы по подбору материалов, вы можете обращаться ко мне в личные, в общем-то, сообщения. Не стесняйтесь, обращайтесь. Что касается оттенков, я рекомендую подбирать, если у вас есть компаньоны, из одной подгруппы. Если вы берете светлые и темные оттенки пастельные, то между собой их очень аккуратно можно совмещать в одном изделии. Для новичка это нежелательно. То есть, если вы в себе уверены, если вы ощущаете, что сможете совместить темное со светом, то совмещайте. Но лучше выбирайте одну подгруппу. Выбрали пастельный, все пастельные выбирайте. Не нужно туда вмешивать ни яркий, ни темный. Либо наоборот, если вы используете яркий цвет, в ярком цвете нельзя смешивать пастельный. Допустим, кружево у вас ярко-розовое, а фатин пастельный розовый. Так быть не может. Это сразу испортит весь вид. Поэтому очень аккуратно, осторожно. Обязательно посмотрите урок по совмещению разных цветовых подгрупп, чтобы не ошибиться в выборе материалов. Соответственно, если вы используете кредиент, то есть, если вы хотите фатин замешать в несколько оттенков, два, три и так далее. То есть, сверху, допустим, у вас будет синий, здесь голубой, внизу белый, допустим, как вариант. То тоже не забывайте про смешивание, то есть, не сочетайте, не сочетайте. То есть, если у вас есть теплый оттенок фатин, холодного, там не должно оказаться. Теплый розовый и холодный розовый с друг другом не совмещают, потому что теплый становится рядом с холодным грязным. Если вы не уверены в своем выборе, опять же, обратитесь к наставнику, либо обратитесь в чат поддержки. Если вы новичок и вы впервые шьете платье, какие инструменты вам понадобятся? Сразу скажу, машинка, оверлок вам не нужны. Здесь мы работаем полностью вручную и вам понадобится лишь манекен. Можно ли обойтись без манекена? Возможно, но для новичка это будет очень сложно шить на человеке, либо на столе. То есть, самый нужный инструмент это все-таки манекен. Если у вас нет средств на данный момент на покупку профессионального манекена фирменного, то можете приобрести на Авито, допустим, какой-то пластиковый манекен на первое время. Я работала таким манекеном около двух с половиной лет и работала с заказчиками спокойно. То есть, да, на профессиональном удобнее, но если вы не можете себе позволить сегодня купить, допустим, то ничего страшного, если вы купите дешевый манекен. Желаю вам удачи в поживе и до встречи на разборе.